Детское радио представляет Хрум или сказочный детектив Наше расследование началось с того, что в сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» исчез аленький цветочек. Явно был похищен. Просто был выкопан с корнем, словно маленьким экскалатором. Похитители, а мы знаем, что их было несколько, убегая, легко прошли сквозь чащу. Мы нашли один аленький лепесток и уже сильно размытые водой отпечатки. Четыре неширокие вмятины и три широкие. Причем одна из трех широких была еле-еле вдавлена в мокрый берег. Никто ничего не слышал и не видел. А вот в сказке Ганса Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды» Лилия сначала слышала страшный грохот, а потом видела два огромных желтых цветка, похожих на две луны. Посередине каждой была черная дыра. В этой сказке тоже были похищены цветы. Розы, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы. И тоже обнаружены странные вмятины. А потом пропал красный тюльпан, из которого появилась дюймовочка. Жаба, что похитила дюймовочку, слышала, как кто-то из похитителей то ли прорычал, то ли пролаял какие-то слова. Что-то похожее на луна. Это он? У пруда, где живут жабы, на траве, я обнаружил такие же вмятины, как и в случаях остальных похищений. Везде мы находили лепестки. И на планете маленького принца тоже. Пропала любимая роза принца. От нее осталась только яма. Друг принца барашек слышал, что похититель сказал что-то похожее на... Где она, луна? Анализируя улики, мы пришли к выводу, что похитителей было несколько. Возможно, кто-то пытался нас обмануть, оставляя такие следы. Скорее всего, везде не обошлось без колдовства. Все эти цветки, странные голоса и непонятные слова, похожие на луну. Правда, три следа стали нам понятны. Это следы лап. В четвертый несли похищенные цветы. После долгих размышлений мы стали подозревать в совершении преступлений Урфина Джуса и его медвежью шкуру по имени Топотун. Своими когдями он мог запросто выкапывать цветы. Мы подозревали мачеху и дочку из сказки «Двенадцать месяцев». В финале сказки они заколдованы и превращены в собак. Опять же, и лапы разных размеров, и когти имеются. И старушку-колдунью из сказки «Снежная королева». Все они похищали цветы, желая найти один – волшебный цветик-семицветик. Ведь его лепестки исполняют любое желание. Урфин наделал бы новых дуболомов. Мачеха и дочка приняли бы человеческий облик. А старушка – большая любительница редких цветов. Вот и решила заполучить себе уникальный экземпляр. Или навсегда оставила бы у себя бедняжку Герду. Старушке явно кто-то помогал. Возможно, они все вообще сговорились. На нашу удачу никто из них не знает, в какой сказке растет цветик-семицветик. И поэтому они перемещались в те сказки, где есть герои цветы и похищали их. Искали один единственный. Макс переместился в сказку «Снежная королева», чтобы встретиться со старушкой. И, видимо, оказался заколдован. Он забыл все, что с ним было. И нас тоже. Мы отправились выручать Макса. Неужели эта старушка-колдунья заколдовала Макса? Не сомневаюсь в этом. Она же пыталась лишить памяти девочку Герду. Когда расчесывала ей волосы волшебным гребешком, мы пришли. Все как в сказке. Большой вишневый сад. Домик под соломенной крышей. Красные и синие стекла в окошках. Два деревянных солдата у дверей. Отворите, пожалуйста. Иду, иду. Только присела отдохнуть. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, милые. Мы сказочные детективы. Это я вижу. А зачем вы пришли? Чтобы сказать вам, что вы нехорошо поступили. Это ведь вы нашего мальчика памяти лишили. Что такое? Знать не знаю никаких мальчиков. В моей сказке девочка. Герда ушла от вас, и вы решили заняться мальчиком. Такой рыженький, кудрявый, с веснушками. А так это ваш мальчик. Все вышло случайно. Мальчик плыл по реке в лодке. В лодке оказалось течь. Лодка стала уходить под воду. А я проходила мимо. Помогла выбраться. Бедный ребенок. Весь промок и продрог. Я и пригласила в дом обсохнуть. Чаем напоила с вареньем вишневым. Вы не хотите чаю? Нет. Ну, нет так нет. Да, в общем, промок. Голова совершенно мокрая. Волосы спутались. Расчесала. Где наш мальчик? Да здесь он. Детка, поди-ка сюда. Что, бабушка? Поздоровайся. Здравствуйте. Здорово, Максимка. Как-то ты странно, Макс, выглядишь. Волосы не кудрявые, а прямые. Меховую жилетку зачем-то надел. Бабушка, кто это? Зачем они пришли? Значит так, бабуль. Как заколдовали, так и расколдовывайте. Не могу. Что так? Так ведь, миленький гриппешок, он только в одну сторону колдует. Что ж теперь делать? А вы оставьте вашего мальчика у меня, а сами ступайте себе. Да как вы смеете, а? Я, начальник. Спокойно. Мальчика нашего мы вам не оставим, а расколдовать и сами можем. Это как же, Марья Петровна? Помнишь сказку, Добрыня? Чтобы к Герде не вернулась память, старушка спрятала под землю все розы, кроме одной. Той, что была нарисована на ее большой соломенной шляпке. Именно так. Что же Макс должен увидеть, чтобы расколдоваться? Ну, не розы же. То, что напомнит ему о прошлом. Минуту. Что это? Школьная тетрадка Макса с контрольной по математике. Уважаемый мальчик. Слушаю вас. Взгляните, пожалуйста, вот сюда. Ой, ой, Мария Петровна, Добрыня. Да, математика все-таки волшебная наука. Откуда у вас моя контрольная? Сейчас это не важно. Ой, главное, что ты все вспомнил. Что вспомнил? После, Максимка. После расскажем. О расследовании. Нашли похитителя цветов? А-а-а, так вы цветочки ищете. Как же славно, что вы пришли. Вам что-то известно о пропаже цветов в сказках? В каких сказках? Это мои коралловые розы похищены. Вот террас. Опять двадцать пять. Как похищены? Это же вы. Те самые розы, что вы прятали от Герды? Те самые. Когда их похитили? Как это произошло? Сегодня ночью. Сплю я чутко. Слышу шум во дворе. Вышло на крылечко. Темно. Ночь безлунная. Звезды только блещут. Ничего не увидела. Вернулась в дом. Утром вышла в сад. Глянула. А мои розы пропали. Место пропажи можете показать? Могу, могу. Вот, вот, что осталось от моих розочек. Только несколько лепестков. Опять лепестки. Значит, наши предположения верны. Идет охота за цветиком с семицветиком. Вот тут мои розочки росли. Яма такая же, как на месте пропажи аленького цветочка. Трава вокруг примята. А вот и следы. Такие же. Четыре одинаковых, нешироких. И три широких. Два глубоких. Один неглубокий. Еле заметный. Скажите, пожалуйста, может, вы слышали что-то? Страшновато мне было. Могла услышать, чего не было. Что-то слышали, значит? Слышала. Когда в дом заходила уже. Вроде кто-то кому-то что-то о луне говорил. Луна. Опять. Снова. Пока ясно только одно. До цветика-семицветика похититель еще не добрался. Но может. И куда мы теперь? Устроим засаду. В сказке «Цветик-семицветик». Нет, Добрыня, старушка там сейчас явно не покажется. А мы с вами так и не поговорили с Урфином и заколдованными собаками, мачехой и ее дочкой. Мы перемещаемся к живунам? У них мы уже были, Макс. А с Урфином встретиться не успели, потому что отправились спасать тебя. И куда же нам сейчас? Думаю, что мы попадем в то место и время сказки, где есть Урфин. Если его там не окажется, значит он в сказке «Цветик-семицветик». Именно. Ух, красотища-то какая. Да, изумрудный город очень красив. Если мы попали сюда, значит Урфин Джуз сейчас самозванный король. Поищем в тронном зале. Наверняка он там. Ну а где же ему быть? Я помню дорогу. Макс, мы с Добрыней поговорим с Урфином. А ты разыщи его мастерскую. Посмотри, что там. Сделаю. Только не попадись дуболомом. Встретимся возле тронного зала. Хорошо, Мария Петровна. Мария Петровна, идите за мной. Знаю, где это. Бывал у Страшилы в гостях. Кого это принесло? О, начальник сказочной полиции. И Мария Петровна с ним. Мы к вам по делу. Да уж и ясно не в гости. В сказках стали пропадать цветы. Кто-то ищет волшебное растение. Волшебное растение? Слышал? То потом кто-то ищет цветочки. Слышал? Клоун цветочки ищет. Эотлинг? Меня зовут Эотлинг. Дырявый ты, шкура. Вот скажи мне, Эотлинг, любишь ли ты цветочки? Как люблю их я. Клоун? Ну, скажи, клоун. А лютенькие цветочки у меня в садочке. Подарю букетик моей милой дочке. Счастье в дом мой принеси. А милый семицветик. Вставлю этот я цветок в простенький букетик. Эх, раз, да-да-да, еще раз. Хватит, тапотун. Тут дело-то серьезное. Не обращайте на него внимания. Глупости несет. И как всегда. Вовсе не глупости, кусачая деревяшка. А ну хватит. Замолчали. Слушаюсь, поповедитель. Несерьезное занятие цветочки разводить. Вот табуретку сделать или стол. Или игрушку занятную. Это я понимаю. Столяр я, а не садовник. Был столер, а теперь повелитель. Столяр. Гроботей с бубенчиками. Столяр, надо говорить, столяр. Перед сказочным законом все равны. И столяр, и повелитель. Сказочный закон. Я сам законы пишу. Вместе с моими дуболомами. Скоро их будет еще больше. И чтобы вся волшебная страна стала нашей, нам не нужны разные... Ромашки спорятались. Подекали лютюки. Выдрал с харнем и делов-то. Что же, вы совсем не любите цветы? А с чего мне их любить? Толку от них. Ну, разве что... У меня вон в огороде салат, зелень всякой, овощи. Вот это дело. А цветочки ваши... Чфу. Неужели вам не понравились бы какие-нибудь красные розы? Фу, гадость. Особенно эти вот их шипы. У нас другие. Любимое колючее растение. Замолкни ты, мохнатый коврик. А вам, господа хорошие, пора того проваливать. Его высочество, наш повелитель Урфин Первый, могущественный король изумрудного города и сопредельных стран, владыка, сапоги которого попирают вселенную, отдыхать изволят. Да, да и вам пора, господа сыщики. Уходим, Марья Петровна. Мух и грубияны. Но мы еще вернемся. Чует мое сердце, а? Что скажете, Марья Петровна? Увидим. Сейчас надо найти Макса. Мария Петровна, Добрыня. Столярную мастерскую Урфина осмотрел. Что-нибудь интересное заметил? Для нас ничего. Дуболомы делают новых дуболомов. Их очень много. Только пока не у всех есть лица. Так я и думала. Ну вот, вы со мной согласны. Что Урфин и Допатун есть похитители цветов. Не уверена. Все же есть сомнения в их виновности. Прейсумптио иноцентиае. Это на латыни. Презумпция невиновности. Если есть сомнения, обвинять нельзя. Вот чует мое сердце, а не это. Допатун же проговорился. Если бы не клоун, медвежья шкура еще бы что-то важное нам сказала. И Урфин так прямо и сказал. Скоро их будет еще больше. Дуболомов. Может, они все же со старушкой сговорились? Старушка им волшебство, чтобы уйти незамеченными. А они ей цветок. Без лепестков? Лепестков на всех хватит. Поделят между собой. Не исключено, что ты прав, Макс. Но без разговора с мачехой и дочкой из сказки «Двенадцать месяцев» окончательные выводы делать рано. Ух и морозец. Я захватила пуховики, коллеги. Надевайте. Ну и метет. Впереди вроде огонек. Да, это дом, где пачерица живет. Перед домом будка. В будке живут превращенные в собак мачеха и дочка. Тук-тук. Потише. Сказочная полиция. К нам отродясь полиция не хаживала. Что, забыли-то? Али на службу позвать хотите? Нет, на службу не пригласим. У нас другие помощники имеются. Мы к вам по поводу цветов. Цветы. Опять цветы. К пачерице ступайте. Уж она-то получше нашего в цветах разбирается. Особенно в подснежниках. Нам не подснежники нужны. Мы другие цветы ищем. Да откуда у нас цветы? Снег-то какой. Разве что в лес идти к братьям месяцам. Только нас в лес и косточкой. Калачом не заманишь. Не заманишь, не заманишь. Скажите, как вам здесь живется? Пачерица нас не забежает. Цепи нет. Значит, можете убежать. А куда бежать-то? Где нас ждут? А пачерица и накормит, и подлечит. Дочка давеча льдинкой лапу заднюю уколола. Уж больно острая была. Так пачерица ранку-то и промыла, и перевязала. Сильно вы поранились? По сию пору лапу. И ставить больно. А ведь собачки сами себе ранки зализывают. Сейчас, как укушу. Люди мои, люди. Собачьи шкури. Дворы до времени. Простите. А вот пачерица нас никогда с собаками не кличет. Даже возле печки спать дозволяет. А мне вчера такой кусок мяса дала. А ты его одна? Слева? Не поделилась? Да, если они и дальше будут так себя вести, то человеческий облик примут не скоро. Вопрос в том, не хотят ли они стать людьми с помощью лепестков цветика-семицветика. Ясно одно. Мы гоняемся за неизвестными похитителями цветов и никак не можем их поймать. Поймать пока не смогли. Но кое-какие следы мы сумели объяснить. И цветик-семицветик не похищен. Правда, это не наша заслуга. Согласна. Вы хотите сказать, Марья Петровна, что мы близки к разгадке? Полагаю, да. Клочки шерсти и то, как были похищены некоторые цветы, прямо указывают на Урфина Джуса и его медвежью шкуру. Но Топотун и Урфин не смогли бы пробраться сквозь волшебные заросли в сказке «Аленький цветочек», не оставив на ветках ни клочка шерсти. Урфин Джус мог бы привлечь дуболомов. Виль просто попытался бы прорубить проход. Выходит, старушка с ними заодно пришла, поколдовала, заросли раступились. А что, если они все сговорились и... И это многое объясняет. И следы, и улики. Только луна не дает мне покоя. Никто из свидетелей толком не слышал, что говорили похитители. Но все упоминали луну. И жаба из сказки «Дюймовочка», и лилия из сказки «Цветы маленькой Иды», и барашек из «Маленького принца». Старушка из «Снежной королевы» тоже слышала ночью разговор про луну. Может, это их кодовое слово? Луна. Значит, все, уходим. Не сходится. Барашек услышал слово «Луна» до похищения розы, а жаба – после. И все-таки речь о луне шла неспроста. Да. Лилия из сказки «Цветы маленькой Иды» тоже слышала, как злоумышленники говорили о луне. Лилия – единственная, кто видел цветы, похожие на две огромные желтые луны с черной дырой посередине. Возможно, это было лицо похитителя. Но старушка колдовством изменила внешний вид похитителя, чтобы сбить нас с толку. А как назывались цветы, которые видела лилия? Она не сказала. А мы не спросили. Необходимо вернуться в сказку «Цветы маленькой Иды». Перемещаемся. А вот и лилия. Лепестками нам машут. Вот так встреча! А я думала, мы с вами больше не увидимся. Уважаемая лилия, вы говорили, что из окна на вас смотрели два цветка. Два огромных, похожих на две огромные желтые луны, и у каждого черная дыра точно посередине. Да, 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 да. Да, так и было. Ужасно. До сих пор лепестки от страха дрожат. Может, вы узнали этот цветок? Вы знаете его имя? Ну, разумеется, узнал. И знаю его имя. Абутилон. Абутилон. Интересное название. Чем оно интересно? Многое объясняет. Хотя не все. И где же нам искать похищенные цветы? Все эти розы, тюльпаны, гвоздики, петушиный гребешок, аленький цветочек и красные пионы. Почему красные? Лилия говорила о белых пионах. Белые, конечно. Просто в сказке говорится. Музыканты – крупные маки и пионы. Дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги. А маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели – точно на них были надеты бубенчики. То есть колокольчики и подснежники не похищены. Выходит, нет. Гениально, Макс. Гениально. Марья Петровна, вы хотите сказать, что мы вот-вот поймем, кто похититель? Да. Ну и кто же этот похититель? Вернее, похитители. Сначала о том, кто не похищал цветы. Старушка-колдунья. Она бы выкапывала цветы с помощью волшебства. То есть аккуратно. Ведь она садовод. И не оставила бы в качестве следа клочок шерсти. Кстати, вспомните. Мы нигде не видели следов от ее клюки. И последнее. У нее украли любимые розы. Похищать у самой себя? Запутать нас можно было более простым способом. Ну, значит, как я и говорил. Урфин и топотун. Без волшебства, как сказал Макс, им через дремучий лес было бы не пройти. И следы, что мы обнаружили на берегу ручья и в других местах, не их. Что Урфин, что топотун ходят на двух ногах. Значит, собаки. Мачеха и ее дочь. Нет. К чему бы им говорить о луне? Но они подсказали, кто похититель. Как это подсказали? Дочь в образе собаки уколола лапку и хромала. А это значит? Это значит, что в одной лапе похититель нес цветок. Два следа нормальные, а третий едва заметный, потому что он хромал на эту ногу. Не сильно наступал. След неглубокий. Молодец, Макс. Так кому же понадобились все эти цветы и лепестки? Вот. В этом-то и была наша главная ошибка. Ошибка? Лепестки никто не отрывал. Просто когда несли цветы, они отлетали сами по себе. То есть, выходит, цветик-семицветик никто похищать не собирался. Какие цветы были похищены, коллеги? Аленький цветочек, тюльпан-дюймовочки, розы старушки и маленького принца. Цветы, сказки, цветы маленькой Иды. Маки, гвоздики, петушиный гребешок, белые пионы. А подснежники и голубые колокольчики не взяли. Почему? Что общего у похищенных цветов? Цвет. Именно. Все они красные. Даже белый пион становился красным, когда дул стручок. А как со всеми этими красными цветами связана луна? Хороший вопрос. А что если это не небесное тело, а... Имя? Да. Что если имя только похоже по звучанию на слово луна? А почему имя? Вспомните, старушка говорила, что розы были похищены в безлунную ночь. Луны не было, но она слышала, что кто-то кому-то говорил что-то со словом луна. И чье это имя? Я не сразу вспомнила, чье имя похоже на слово луна. Подсказала Лилия. Она назвала имя цветка, который она видела. Обутилон. Да. Знаете ли вы, как еще называется один из похищенных цветков петушиный гребень? Если не ошибаюсь, его название переводится с греческого как пылающий, горящий. Верно, Макс. Только удивительно ловкое, гибкое существо могло пройти сквозь дремучий лес. Только тот, кто хромал, мог оставить следы, которые мы нашли. Только обладающий огромными когтями, мог словно экскаватор вырыть цветок. Только тот, чье имя Лунгри, похоже на слово луна. Тот, в честь кого назвали цветок Абутилон. И тот, кого не боялась роза маленького принца. Когда ее похищали, она сумела зацепить шкуру похитителя, вырвав кусочек шерсти из черной полоски. На шкуре похитителя черные полоски? Да. А роза маленького принца, я помню, она говорила, пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей. Цветок Абутилон называют еще тигровый глаз. Тигренок, которого мама звала Лунгри, был хромым с раннего детства. Так написано в книге джунглей Редерда Киплинга. Гениально, Марья Петровна. Тигр Шерхан искал по сказкам красный цветок. А помогал ему шакал табаки. Вот вам и четыре небольших следа. Железная логика. Да, ведь Шерхан красного цветка как огня боится. Вот и хотел найти и уничтожить. Я читал и наш мультфильм Маугли смотрел. Музыка там фантастически красивая. Написала ее София Губайдулина. Ну и дело. Но дальше я уже сам с Шерханом разберусь. Сказки будут спасены. Спасибо вам, детективы. До свидания, Добрыня. До свидания. До новых расследований. Хрум или сказочный детектив.